приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты наш утренний кофе присоединяйтесь мои хорошие присоединяйтесь о чем будем говорить сегодня мои хорошие но у меня опять сон слушай ну мне каждую ночь снятся сны и не по одному я постоянно вижу сны у меня сны это так я засыпаю и я так понимаю что я наверное их всю ночь вижу потому что ну ну такая психика вот такая нервная система сегодня сон был замечательный единственное что я вам хочу сказать по нему нет ощущения вещего сна потому что я потом прекрасно заснула еще что-то видела и нет у меня этого вот знаете такого вот когда сон вещи ты от него прям аж тебя дергает носит тебя как-то телепо и тут есть физически это ощущаешь это не только ты видишь сону ты физически ощущаешь такое воздействие это был просто приятный замечательный сон мне мои хорошие приснилось что путин такие сдох вот прям и сдох объявляют что путин и сдох и и я читаю новости какие-то в ю тубе якобы и там пишут что путин и сдох все вот похороны и мне все говорят наташа вот такие сдох ура вот такой знаете и такая да и знаете такое ощущение какое-то у меня было вот что интересно в этом сне ощущение не радости или там мы торжества или еще чего-то а такой знаете констатация факта да а ну слава богу можно поставить галочку все тема закрыта вот так знаете было очень интересно очень интересно вот но потом я опять уснула и мне опять что-то снилось не помню по моему наша лера снилось мне девочка которая мне с поездками помогает лерочка лерочка если ты меня смотришь ты мне снилось птичка как будто бы ты как дипломат как дипломат выбираешь себе куда ехать да и выбор такой из двух стран у тебя то ли эмираты то ли еще что-то я уже не помню и вот выбираешь куда тебе ехать как дипломату так что леру возможно у тебя еще большое будущее впереди такой сон давайте за него же и выпьем мои хорошие поднимем так сказать бокалы за упокоение демонской души демоны тоже же устают устают но я думаю его этот демон тоже уже устал бороться устал устал ну иди уже иди уже отдыхай погори там в этом в адском огне пару тысяч лет отдохни на попелище давайте нет он не хочет уходить но не хочет путинский демон уходить в ад отдыхать там на курорте греть ножки там свои рожки не хочет он в этот ад перетаскивает в москву знаете он всю москву превращает в ад говорит нет я буду здесь сидеть принципиально и здесь вокруг себя устрою от ну а что как это называется все горит москва сити горит все горит в общем натуральный ад среди москвы ну потихоньку перетягивать не сразу не сразу конечно резкие перепады температур тоже не годятся там воду тоже не готовы поймать и сразу охлаждаться вот поэтому резко нельзя но потихоньку перетягивать москвичи вы как вы вообще не против у вас кто-то спросил у вас там референдум провели согласны ли вы присоединиться к аду а надо бы надо бы ну хотя эффективность ваших референдумов конечно сводится к нулю практически да потому как присоединение херсона вы же тоже провели референдум да ну да ну все равно все равно проголосуйте проголосуйте это будет интересно эти будут черти ходить по квартирам и собирать подписи милая картина я вам скажу так ну хорошо фен с ними хай горят гори москва ой мои хорошие только не говорите мне что я злая я не злая ну что вы посмотрите в эти честные глаза видите видите они добрые они добрые очень так мои хорошие о чем дальше будем говорить о чем будем говорить с вами так я вам должна сказать большое спасибо просто огромное потому что прежде всего я своему мастеру ссылочку скинула на видео и я говорю оля почитай как комменты я думаю это очень важно для нее потому что я честно скажу я была уставшая я не с очень довольным лицом уже под конец сидела да и и возможно недостаточно убедительно сказала человеку спасибо потому что блин это тяжело было вот но видите на вечер я исправилась отправила все ваши комментарии я думаю оля будет очень довольна потому что всегда приятно когда твою работу оценивают оценивают поэтому спасибо вам за ваши отзывы как бы я думаю мастер их прочитала так дальше продолжаем разговор так что-то мои обезьяны опять раз вылезть вы слышите что делать тихо аня постучи вот это начинается понимаете это начинается ну вот как я вам говорила да нужно вы кричатся вот собакам когда у них стресс нервный им тоже нужно побыть это тоже для собак такое такое снятие стресса да они просто воют ау и выпускают из себя негатив таким образом да какие-то страхи свои свое напряжение выпускают таким образом так что можно еще и повыть мои хорошие на луну не только покричать ну я конечно извиняюсь кого я испугала вчера но вы понимаете она уже все к тому шло всем вам предварительно рассказала про этот способ да и я думаю следовало ожидать следовало ожидать что дальше последует живой пример как это можно сделать кстати действительно вы правильно мне написали ведь это многие психологи именно так и рекомендуют поступать именно психологи профессиональные так что можно сказать это не только совет от меня заводчика корги но это и действительно действенный психологический метод избавления от негативов страха в зажатости комплексов и всего вот такого ненужного что держится крепко у вас внутри что вы не можете изгнать самостоятельно чего не можете избавиться самостоятельно вот это вам может помочь но увидите вот повыть на луну тоже можно вот собаки так делают они не могут кричать но они могут быть вот мои сейчас видите что делали вы знаете у меня перед войной собаки начинали наверное наверное за полгода за полгода у них просто такие приступы были меня так дико раздражало да что что вы шуши не развылись опять потому что считается это плохая примета но на самом деле почему приметы возникают потому что замечают что-то люди замечают собаки воют что-то случается не хорошая но собаки почему будут потому что они предчувствуют предчувствуют что-то нехорошее да так это же не собаки в этом виноваты просто наша чувствительность меньше чем у собак то есть чувствительность большинства людей а бы так сказала данной которые чувствуют еще как тут некоторых тоже было желание завыть на луну такая история почему меня напрягает этот вой всегда потому что я начинаю переживать что-то знаете ты не понимаешь что случится что именно ты понимаешь где-то что-то будет где-то что-то будет какой-то обстрел где-то какая-то еще напряжение какое-то ну они конечно да собаки чувствуют вы знаете у меня даже чувствуют когда вот бахает ракета бахала да и когда будут еще взрывы дальше последуют они очень беспокойные они мечутся они ищут куда куда лечь куда как-то знать вот такие сам мечется по дому животное а если это один был дальше не будет уже но сбили все дальше не будет спокойно продолжает лежать то есть сначала пугается взрыва да а потом находит себе какое-то местечко там возле меня где нибудь поближе ко мне скрутился клубочек там вот ромка так делал да и спит себе дальше благополучно вот поэтому конечно они чувствуют чувствуют мои хорошие но мне все равно не нравится это вытье потому что ну во первых я живу все-таки хоть несмотря на то что в полях все равно среди людей и мало кому нравится когда животные доводят это ну понятно но стараюсь стараюсь чтобы но тут видите как такие нюанс последнее время они конечно зачастили зачастили но есть есть хорошая хорошая из того чтобы если мы дома то эта ситуация контролируется моментально и буквально стук в окно команда и все за затихают понимают что она так все маме не нравится надо прекращать но вообще но вообще вот это конечно перед войной и с началом войны конечно усугубилась эта ситуация животные очень нервно реагируют на войну на все происходящее у нас очень нервно такая история ну вот эти по поводу быть я как раз так о чем будем еще говорить о кофе хороший кстати чашечка мои хорошие то чашечка приехала из израиля жан спасибо вам огромное пьем ваш кофе из вашей чашки жанна всегда эту беру чашку вспоминаю у израильская чашечка у него прям свое название есть израильская чашечка так что вот так мои хорошие так вы уже кофе выпили давайте давайте допивайте у нас у всех много своих дел и у вас куча дел у меня куча дел вот займемся делами сегодня мы конечно встретимся еще в течение дня может быть за раскладом за каким-нибудь напишите пожалуйста на какие вопросы вы бы хотели увидеть расклады на какие темы потому что честно говоря уже мне кажется мы уже на все темы практически делали расклады не знаю напишите напишите вопросы для блица посмотрим а мне сегодня мои хорошие должны принести полностью восстановленный блок компьютера да да вы сейчас скажите у вас перестала гудеть наташа перестала гудеть потому что я блока дала в ремонт работаю без монитора исключенного монитора просто лампу включила чтобы свет был лучше а сегодня мне принесут вчера еще должны были принести но я вчера задержалась вчера задержалась парикмахерская поэтому пришлось отложить на сегодня сегодня мне принесут блок а и не просто отремонтированный вентилятор там все почистили еще и добавят памяти в общем мы договорились что мастер там его еще знаете обновит добавит туда этих всех всех всяких фишек там чтобы был он такой более знаете быстрый да чтобы была работа компьютера более такая усовершенствованная так что блицы у нас будут как и раньше по вашим вопросам буду зачитывать с комментарием вот как как положено да все возвращается на круги своя видите все классно я и сантехника нашла и знаете вчера пришла ко мне наташа а я говорю это смешно так было наташь ой слушай я такая молодец я все вопросы порешал сантехнику почистила отремонтировала сифон переставила трубу отрезала компьютер починила памяти добавила знаете и сидим и смеемся с ней вообще угораем понимаете наши женщины могут все да так что видите мои хорошие я стараюсь для вас я стараюсь для вас просто не все получается сразу и быстро потому что во первых есть много работы и нужно ставить приоритеты какие-то во вторых есть проблем человеческий фактор да и если кто-то сравнивается своей ситуации то что тут что там сделать то для другого человека может быть это и есть проблема да на самом деле поэтому все приходит свое время все делается свое время видите как только как только смогла так сразу как только так сразу вот ну хотя как-то немного жаль немного жаль наших боевых пчел вот которых я взращивала наверное два месяца вот своем компьютере но ничего и будем считать что я их отправила на зимовку на зимовку да в тайную лабораторию вот и как только солнышко взойдет всех недобитых орков будут гнать с нашей земли мои боевые пчелы вот так и будет так мои хорошие давайте тогда на этом позитивном моменте мы сегодня с вами и ну не совсем попрощаемся да но скажем так временно расстанемся временно расстанемся так что мои хорошие приходите на канал не оставляйте меня надолго я вас тоже обещаю надолго не оставлять мы обязательно увидимся до новых встреч и спасибо за то что вы провели сегодня это время со мной вместе до новых встреч спасибо